Поехали, поехали, побыстрее! Двигайте, Саша, быстрее! Для них почтенный возраст не финишная отметка, а точка отсчета для новых побед. Многие из этих людей, которых и пожилыми назвать неудобно, уже не раз участвовали в Спартакеаде. Но, как признавались нам, волнение и азарт захлёстывают каждый раз. Я с любовью к каждой команде и с уважением к глубочайшим, но их волнение буквально во мне живет больше, чем, наверное, в каждом из них, потому что для меня это организовать, а для них это поучаствовать и выступить. Чтобы приехать на Спартакеаду, участникам пришлось преодолеть внутрирайонные соревнования. В итоге в Барноле состязались 8 команд и почти 200 человек. Кстати, многие коллективы следовали известному лозунгу «Главное не победа». Спортивной инфраструктуры в районах нет, поэтому пенсионеры из отдаленных уголков края оценивали свои шансы объективно и на первое место не рассчитывали. Мы прекрасно понимаем, что соперник очень сильный, особенно Барнаул-Биск, и поэтому хотя бы занять результат 7 место для нас это приемлемо. Но недооценивать каменских спортсменов не стоило. По результатам забега они оказались в тройке лучших. Второе и первое место в эстафете заняли пенсионеры Рубцовска и Барнаула. По итогам же Спартакеады в целом победу одержали спортсмены из краевой столицы. Немного отстали от них представители Заринска. По словам победителей, энергии у них предостаточно. Поэтому в следующем году организаторы хотят пригласить посоревноваться с пенсионерами и молодежь. Причем пожилые уже сейчас в своей победе не сомневаются. Ирина Харитон, Алексей Фризин, Зоя Хушвактова. Наши новости.